Виктор Янукович удивил европейцев. Выступая в ПАСЭ, украинский президент после длительной паузы дал невнятный ответ на вопрос о возможности признания Киевом независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Еще больше запутало присутствующих обещание обновить отношения не только с Россией, но и странами Южного Кавказа. Украинская оппозиция обвинила Януковича в попытках поставить под вопрос территориальную целостность самой Украины. Что имел в виду украинский президент, разбиралась на Анаплеева. Янукович радовал Россию даже в Европе. Во всяком случае, так считают украинские СМИ. На ставший уже протокольным вопрос, собирается ли Киев признавать Абхазию и Цхинвальский регион, президент Украины дал пространный ответ. Мы категорически против применения двойных стандартов. Пришло время рассмотреть критерии предоставления независимости и выработать подход к решению проблем замороженных конфликтов. Украина готова поддерживать процесс обеспечения равенства, ценности демократии, прав народов на территориях замороженных конфликтов. Что имел в виду украинский президент, гадают в Европе. Возможно, таким образом он пытался избежать еще большего конфуза. Ведь первый свой европейский визит Виктор Федорович несколько раз оговорился, перепутав Косово с Черногорией, а Южную Осетию с Северной. Но в конце концов, тогда он прямо сказал, что не намерен признавать независимость Абхазии и Цхинвальского региона. В августе 2008 года Янукович думал по-другому. Он обвинял Запад в двойных стандартах. Признав независимость Косово, Европа категорически отвергла такую возможность в отношении Абхазии и Цхинвальского региона. Но тогда Янукович еще не был президентом. Я думаю, что это было бы очень нелогично, очень странно, если бы Украина признала независимость Абхазии и Южной Осетии, поскольку Украина, она пока что, во всяком случае, выглядит так, что она дорожит своим международным именем, своей международной репутацией. Помимо внешнеполитического имиджа, Виктору Януковичу придется учитывать внутренне. В 2004-м именно образ пророссийского политика стоил Януковичу президентства. Удастся ли оппозиции вновь убедить украинское общество в антиукраинских настроениях Виктора Федоровича, а самому президенту окончательно разочаровать Запад? Украинские оппозиционеры настроены пессимистично. Если, упаси Бог, так получится, что он будет дальше сдавать, сдавать, сдавать все, что можно, и признает территориальную нецелостность Грузии, так бы я сказал, я убежден в том, что не исключено, я бы не хотел, чтобы это было, но не исключено, что мы можем ставить вопрос о том, пусть они забирают Крым, пусть забирают Донецк, и мы создадим нормальное украинское государство без донецкой мафии. Несмотря на внутриполитический драматизм, в Тбилиси уверены, Украина ни при каких обстоятельствах не поставит под вопрос суверенитет и территориальную целостность Грузии. Как бы ни выражался украинский президент, Тбилиси надеется на преемственность внешней политики Киева и ее неподконтрольность влиянию извне.